Юрия Куклачёва можно смело назвать народным любимцем. Телезрители всех возрастов помнят потрясающие трюки, которым артист обучал любимых питомцев – кошек. На пике карьеры Куклачёв устраивал головокружительное представление, показывая необычайные способности своих маленьких артистов. Однако в последнее время о Юрии Куклачёве практически ничего не слышно. Он предпочитает проводить больше времени с детьми и внуками, и поклонникам стало интересно, где живет Юрий Куклачёв, как живет и обустроил свой быт любимый артист цирка. Самый известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачёв перестал привлекать повышенное внимание много лет назад. Многие предполагали, что цирковой артист и создатель единственного в мире театра кошек оставил сцену, но это не совсем так. Юрий Дмитриевич грезил о работе в цирке с ранних лет, однако на его пути к мечте было немало препятствий. Сначала Куклачёв долго не мог поступить в цирковое училище, его приняли только с седьмой попытки. А потом он едва не потерял свой шанс осуществить мечту из-за тяжелой травмы ноги. К тому же специальное лекарство, которое артист укололи для избавления от жутких болей, вскоре вызвало серьезное привыкание. Ради цели будущий артист очень скоро покончил с зависимостью. Сегодня сложно в это поверить, но дебют легендарного циркового артиста на арене был неудачным. Однако во многом благодаря этому провалу Юрий Дмитриевич стал тем, кем мы его знаем. Наставник посоветовал Куклачёву найти свой стиль, а тот придумал взять в напарники уличного кота. Успех в СССР пришел очень быстро и дрессировщик отправился колесить по всему миру вместе с четвероногими подопечными. А в 1990 году Московская мэрия отдала Куклачёву здание кинотеатра «Призыв», где до сих пор находится единственный в мире театр кошек. Сейчас детище Юрия Дмитриевича может позволить себе содержать 200 пушистых артистов и тратить на их премиальный корм по 500 тысяч в месяц. Однако дела не всегда шли в гору. В 90-х, когда стоимость мяса стала неподъемной и кошек было буквально нечем кормить, театр выстоял только благодаря помощи зрителей. А вот в личной жизни дрессировщика всегда была только белая полоса. Со своей единственной супругой Еленой артист познакомился еще в студенчестве. У них есть два сына – Дмитрий и Владимир, дочь Екатерина. На сегодняшний день вся семья работает в театре кошек. Сам кошкин папа, как его называют уже много лет, перестал регулярно появляться на арене. Зато на гастроли Куклачёв до сих пор ездит с удовольствием. Многие зрители интересуются судьбой пушистых артистов, которые выходят на пенсию. Оказывается, Юрий Куклачёв забирает котов и кошек к себе домой, где для них организованы вполне комфортные условия. Загородный дом всемирно известного клоуна и главного по кошкам Юрия Куклачёва находится в Троице Лыково, в красивейшем месте, на правом берегу Москвы-реки, между Серебряным Бором и Филёвским парком. История приобретения дома совершенно уникальна и удивительна. И, как считает артист, дом этот был послан ему свыше. После пожара, в результате которого сгорела его дача в Бронницах, артист начал поиски нового загородного жилья. Как-то раз, когда он поехал по МКАД, его внимание привлекла красивая аллея. Куклачёв свернул туда, надеясь набрать земляники, и, немного проехав, увидел прогуливающегося Александра Солженицына. Разговорившись со знаменитым писателем и поведав ему о своей беде со сгоревшим жилищем, Куклачёв неожиданно получил от Солженицына совет приобрести участок в этой местности. Вскоре они стали соседями. Артист не пожалел о своём выборе, ему понравилось всё – и дом, и удобное месторасположение посёлка, и соседи – первые лица государства. Значительный по размерам трёхэтажный коттедж с участком в восемь соток был выбран не случайно. В доме бывает большое семейство Юрия Куклачёва – трое детей, четверо внуков и, кроме того, большое количество кошек. Артист длительно и капитально переделывал коттедж. Изначально в доме располагалась мансарда, Куклачёв снёс крышу, и мансарда превратилась в репетиционную студию, в которой артист отрабатывает трюки со своими подопечными. Весь мансардный этаж в 300 квадратных метров всецело отдан мохнатым артистам кошачьего театра. В доме Юрия Куклачёва одновременно могут жить 50, а то и 60 кошек. Все они – артисты театра. Иногда артист шутит, что дом он построил специально для своих пушистых друзей. Да, пожалуй, если и существует кошачий рай, то, видимо, он находится в загородном поместье Юрия Куклачёва. Был также полностью перестроен и первый этаж. Он превратился в гостиную с огромными колоннами, к которой пристроили застеклённую разборную террасу, а под ней оборудовали спортивную зону. Третий этаж отдан под мастерскую дочери артиста Екатерины – художницей. По совету отца, основным объектом для своего творчества она выбрала кошек. И теперь картины с их изображением во множестве развешаны по стенам дома. Помимо картин, образы кошек встречаются в разных деталях интерьера – бронзовых дверных ручках и в кованом оформлении лестниц. Сокольный этаж приспособлен под зону отдыха с домашним кинотеатром. Всей семье удается собираться разве что по праздникам. В остальное время комнаты простаивают пустые, а домашний кинотеатр, если и используют, то жена посмотрит любимые сериалы. В этом же помещении расположилась сауна. Куклачёв самолично занимался дизайном её предбанника. Стены оформил в стиле орликино, выложив вкладку из множества разноцветной плитки. Получилось весьма креативно. Основным принципом обустройства дома были просторное, незахламлённое пространство и простой лаконичный дизайн. Поэтому интерьер оформлялся из природных материалов. В доме очень много дерева и предпочтение было отдано сосне. Одним из главных украшений внутренней обстановки является большая деревянная лестница. Вообще, во всём доме отсутствуют какие-либо затенённые участки, нет сумрачных, тусклых тонов. Всё исполнено в солнечных и тёплых цветах. От фасада коттеджа до ярко-жёлтых штор в кабинете хозяина. Поэтому в жилище светло и ясно даже в пасмурную погоду. Юрий Куклачёв – страстный садовод-огородник. На обширном участке в восемь соток имеется молодой сад с яблонями, вишнями и сливами. Высаженная любимая артистом земляника. Сорт – плодоносец мая по ноябрь. Талантливый человек талантлив во всём. Помимо своего основного жизненного увлечения – кошек, у циркового артиста Юрия Куклачёва имеются и другие интересные, творческие занятия, которые он осуществляет в своём загородном доме. Одно из увлечений артиста – резьба по дереву и созданные им две статуи, изображающие античные фигуры, стали украшением помещения для бассейна. Помимо театра, у знаменитого циркача есть ещё несколько больших творений. Он запустил серию книг и занимается благотворительностью. Однако в шоу «Секрет на миллион» Юрий Куклачёв пожаловался, что на жизнь ему совсем не хватает денег, поскольку расходы его слишком велики. Кстати, грех артисту жаловаться на жизнь. Помимо пенсии в 45 тысяч рублей, создатель театра кошек может похвастаться внушительной зарплатой. На шоу артист также поведал, что получает по должности художественного руководителя собственного театра 120 тысяч рублей в месяц. Эти деньги он получает из государственных субсидий. Дополнительный доход Куклачёву приносит коттедж на престижном Княжьем озере, который соседствует с домами Дмитрия Нагиева и Анатолия Чубайса. Недвижимость Юрий приобрёл за один миллион долларов, а теперь сдаёт обеспеченной семье. С бахвальством артист рассказал, что имеет три квартиры в Москве и личный автопарк. Как итог, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв – человек очень хозяйственный, обеспеченный и обстоятельный, и любит сам вести хозяйство на своей земле, где живёт со своей супругой и кошками. Друзья, поделитесь в комментариях, какое впечатление на вас произвёл интерьер загородного дома Юрия Куклачёва. Оставайтесь всегда с нами и до скорых встреч!